Здравствуйте, уважаемые наши путешественники! Сегодня мы расскажем и дадим вам несколько советов при планировании своего отдыха. Итак, начнем. Первый блок. Всегда проверяйте срок действия своего загранпаспорта, так как в разных странах существуют разные требования к сроку действия паспортов. В интернете множество онлайн-сервисов, которые помогут вам проверить срок действия своего паспорта в выбранной вами стране отдыха. Второй блок. Визовые страны. Учитывать сроки подачи и рассмотрения заявлений на визу. Особенно высокий сезон. Не забывайте, что в это время визовые центры имеют большую загрузку. Третий пункт. Внимательно проверяйте свой аэропорт вылета и прилета. Внимательно следите и слушайте обвеления в аэропорту за тем, какой у вас выход на посадку, а также терминал на аэропорту вылета. Четвертый пункт. Следите за датами своего вылета и прилета. Датами своего отпуска при бронировании. И этом люди очень часто путают июнь и июнь. Учитывайте радиусу часовых поясов, так как в билетах всегда указывается местное время. И это необходимо учитывать при бронировании трансферов и гостиниц. При отправлении ночью также очень часто люди путают даты. Особенно если самолет отправляется в 0.00. Выбор ли отель отлично. Внимательно проверьте его, где он находится, его адрес и фотографии. И желательно на нескольких источниках. Ведь есть одинаковые названия отелей и гостиниц в разных городах и странах. Пятый пункт. Озадачьтесь вопросом, если рейс от Коучинг, как и где будет выполняться ваш следующий рейс. Ведь может быть такое, что прилет будет в один аэропорт, а в один в другом. А если страна Шенецкого соглашения и нет действующей визы, вас никто не выпустит из аэропорта. Или если брать, например, с Соединенными Штатами, так там вообще необходима специальная транзитная виза для того же аэропорта прилета. Шестой пункт. Страхование. Обязательно оформляйте для своего отдыха медицинскую страховку. Особенно это относится к тем, кто увлекается активными видами спорта. Горная лыжа, парагландик или даже водные корни. Позаботьтесь также о беременных при планировании поездок, ведь там есть свои особенности и нюансы. Страхование от невызды также очень неплохой способ застраховать свою поездку. В случае заболевания кого-то из ближайших родственников, есть вероятность, что вам придется с ними остаться. А удастся ли вам сдать уже купленные авиабилеты или отменить отель, когда от ДЗС достается 2-3 дня? Такая страховка компенсирует вам эти расходы. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, это видео будет полезным для вас. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.